Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге бытия, обратимся к 23 главе. 23 глава, не считая неких генеалогических упоминаний в несколько строчек, заканчивается на том, что Бог благословляет. Авраама говорит за то, что ты готов был отдать жизнь сына своего ради моей воли. Вот благословляю, благословлю тебя, умножу семя твоя, и благословят всеми твоим все племена земные. А дальше некий остается вопрос, а что же это значит, что всеми не твоим благословятся племена земные. И вот 23 глава, сюжет, который связан собственно со смертью и погребением Сары, жены Авраама, вот она говорит о том, что это такое. И рисует картину, по совести сказать, совершенно идиллическую, которая возможна только потому, что за всем этим стоит Бог. И читателю это очевидно, что так не бывает в жизни. Смотрите, коротко, если говорить, жизни Сариной было 127 лет, и умерла Сара в некоем месте в Кириафарбе, что ныне Хеврон в земле Ханаанской. И Авраам ее оплакивает. И надо похоронить. В те времена, по крайней мере, в тех географических пределах, по большей части, не, ну там очень по-разному хоронили, конечно. Кто-то захоранивал тело, через год выкапывал, клал в специальный глиняный ящичек или кувшин ассуарий кости. Кто-то хоронил в пещерах, кто-то еще какими-нибудь способами, очень по-разному, и большая часть из них нам отнюдь не пришлась бы по вкусу. А многие, собственно, женщины вообще не хоронили, или хоронили только вот как Сара, основательниц клана. И, в общем, все очень по-разному. Аврааму нужна для погребения земля. Ты не можешь совершить погребение в чужой земле. Тебе этого никто не позволит. Значит, ну, судя по рассказу, Авраам и люди, которые живут вокруг него, или среди которых он живет, вот используют пещеры для погребения. Хорошо. И вот Авраам обращается к хитеям, к сынам хетовым, среди которых он живет, и говорит, я у вас пришелец и поселенец, дайте мне в собственность место для гроба между вами. Не просто потому, что надо похоронить. Ну, в конце концов, там мы вполне можем обнаружить ситуации, когда кочевник уходит туда, куда он, откуда он вышел, там погребает того, кого нужно погрести с почтением, и возвращается, или хотя бы просто где-то в пустыне. Нет, Авраам, вот, говорит, место между вами. Потому что Бог ему обещал эту землю, дал в наследие тебе и потомкам твоим. А у Авраамы нет здесь своей земли. И, в общем, не может быть, она занята. И он пытался застолбить, так сказать, участок, доказывая Авимелеху, что это он выкопал колодец, и внося некую госпошлину за регистрацию права Авимелеху. И не вышло, и не так должно быть. А вот теперь происходит по-другому. Авраам приходит и просит. Причем, понимаете, это же бедуинский клан такой, принятый считать, что не слишком маленький. То есть о нем все время говорят, что он сильный, этот самый Авраам. Он, наверное, мог бы взять и силой. Но он просит и говорит, я пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба. И тогда эти самые синахета говорят ему, смотрите, вот что. Послушай нас, господин наш, ты, князь Божий, посреди нас. Ты, князь Божий, посреди нас. Что имел в виду автор? Какое выражение донесло до него предание? Не так просто определить. Может быть, пытаясь максимально обобщить выражение, речь идет о том, что вот автор вкладывает в устахи Теев слова о том, что вот ты действительно Богом поставленный лидер, владык, ну, вряд ли, владыка, будь он владыкой, он бы требовал землю, да, вождь посреди нас. Ты нам не спослан от Бога, чтобы мы Тебя слушались и Тебе служили. И это расшифровка того, что имел в виду автор, когда в предыдущей главе говорил «Благословятся всеми, не твоим, все народы земли». Вот эти хиты по другим сюжетам далеко не подарочный народ, с которым будут конфликты иногда, и все будет сложно, с реальными, историческими. Здесь они признают Авраама как князя, пришедшего от Бога. Ты, князь Божий, как Авраам признавал царя Милхиседека. И тогда вместо конфликта, торговли, вражды, насилия, вдруг там у них все процветает, все складывается. Хиты, сыны Хеты, это не те, которые, Хеты, чьей столицей была, Хатусас был. Значит, вот они говорят, забирай. Ты для нас так важен вообще, то, что ты здесь среди нас прямо знак Божьей милости к нам. Забирай землю. Никто из нас не откажет тебе. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. То есть, как бы оно должно стать твоим. Потому что по представлениям той архаичной эпохи, если ты похоронил в этом месте кого-то из своих, ты привязан к этому месту. И оно становится твоим, и ты становишься его. Понимаете, Авраам, похоронив здесь Сару, уже не будет Авраамом из Ура-Халдейского. Он будет Авраамом из того места, где он похоронил свою жену. Ну вот, значит, сыны Хета, говорят, никто не откажет. Вот Авраам встал и поклонился. Вот прямо такой вот сладостный церемониал. Все друг другу кланяются, уступают. Говорят, да, конечно, мой господин, мои господа. Так не бывает в жизни. Понимаете, люди режут глотку из-за куда более пустых вещей. Этот сюжет рассказан намеренно, ну, не знаю, наверное, нельзя сказать слащаво, такими мирными красками, мирными, спокойными, радостными, медовыми просто. Если вы согласны, говорит Авраам, значит, оказывается, надо, чтобы Хета согласились, сыны Хета. Просите за меня Ефрона, который сидел здесь, человек, который сидел вот здесь, вот. Значит, этот самый Ефрон-Хетаянин. Чтобы он отдал мне пещеру Махпеллу, которая на конце пули его, вот, пусть он мне ее отдаст. Они должны сказать, что да, конечно. И Ефрон-Хетаянин говорит, нет, господин мой, послушай меня, я тебе даю и пещеру, и само поле, что, в общем, гораздо, да, тоже с практической точки зрения, может быть, важнее. Тем не менее, вот, и пещеру, и поле даю тебе пред очами сынов моих, дарю тебе ее, чтобы ты похоронил умершую твою. Авраам кланяется, вот, и говорит, если послушаешь, если хочешь слушать, я дам тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую. То есть, ему говорят, дарю бесплатно, Авраам говорит, я заплачу, и тогда это будет, таким образом, еще и законная, так сказать, покупка за деньги, право собственности, все такое прочее. Автор так это рассказывает, когда, вот, не так, как среди людей бывает торговля, где, значит, этот говорит тысячу, тот говорит две, нет, плати мне три, вот это вот все, ничего подобного, и совершенно нет ничего похожего на то, что это наша земля, что там, как это, теперь говорят, да, чужой земли мы не хотим ни пяди, и на свои, и чего-то там тоже никому не отдадим, этого нет ни на грошу. Заметьте, кстати говоря, тоже паразитная, очень архаичная деталь. Никто здесь не считает и не говорит, что это земля моего народа. Это божья земля, спокойнее. Значит, тем не менее, мы понимаем, из-за даже небольших участков, с каким энтузиазмом люди конфликтуют, нет ничего подобного, нет. Автор говорит о том, что, так как невозможно себе представить, как не бывает в человеческой жизни, происходит это обретение Авраамовым земли. И повод, на самом деле, тоже не то, что Аврааму захотелось, от того, что умерла Сара, которая с ним вообще-то плоть едина, и ему нужна земля для покрепения. Дальше Ефрон Хитаянин говорит, слушай, ну что, земля стоит 400 сиклей, ну что это мне и тебе? Ну, наверное, автор хотел сказать, что это вроде как бы небольшая сумма, и для Авраама, и для Ефрона Хитаянина. Но эта сумма, это не три копейки, поэтому немножко такое некорректное высказывание. 400 сиклей серебра – это немало. Но здесь представлено так, что Ефрон говорит, ну ладно, там и это тебе по силам, и мне не очень надо, забирай бесплатно. Забирай бесплатно, что это для меня и тебя похоронил, мертвый твой. То есть, она отказывается от денег. И Авраам отвесил Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хитовых. То есть, он сказал, 400 сиклей, забирай, и я готов тебе ее бесплатно отдать. В любой момент Авраам может сказать, да, хорошо, давай. Нет. Вот он отвешивает перед всем народом. Все сидят и смотрят, как он взвешивает это самое серебро. Это же не купюры, а считать целую процедуру. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, владением Авраамовым, придачами сынов Хитта, всех входящих во врата города. Значит, вот в результате, для автора это, вероятно, было важно. И для составителя тоже. В результате какого-то феерически, невообразимо, мирного процесса, события, когда все друг другу уступают. Не кто-то заставляет, вынуждает, руки выкручивают. В результате невероятного события, когда все друг другу уступают. И это, заметьте, в архаичном мире, где просто война всех против всех. Вот у Авраама появляется его земля. И появляется так, что никто не может оспорить этого. Эту землю могут временно захватить какие-нибудь злые завоеватели. Могут. Следующие завоеватели их оттуда изгонят. Туда могут вселиться одни или другие, или третьи. Но изначальная законность владения основана на том, что это земля, на которой сыны Хета были первыми. А Авраам приобрел ее у них при обоюдном согласии и законным образом. И эта земля потомков Авраама навеки. Вот, еще раз повторю, перпендикулярно тому, как думал Авраам, и наоборот, по тому, как это видел Бог. Ну и дальше, конечно, говорится о том, что на этом пуле и в этой пещере Авраам хоронит Сару, жену свою. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!